Матфея, 12 глава. Еще чуть-чуть. О! 12 глава. Тогда привели к нему Бесноватого, 22 стих, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. Слепой и немой стал говорить и видеть. И дивились весь народ и говорил, не сели Христос, сын Давидов. Фарисеи, услышавшие это, что он изгоняет бесов со слепых и немых. Они разговаривать не могут, видеть не могут. И даже глухие начинают слышать. Не иначе, как с силой Вильзевула говорят. Князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Они даже имя князя знают. Вы знаете, часто люди имеют превратное понимание о том, что делает другой человек. Мы часто смотрим на ту ситуацию, когда видят Иисуса, и Он изгоняет бесов. Иисус изгоняет из тех людей, которые, они называют Его, что Он одержим, Он не свободен. Вы знаете, заключение людей очень быстро и очень легко получить. Это как диагноз. Но Иисус, Он предостерегает их. Почему? Потому что фарисеи, это те, которые что-то знают. Они даже князя Бесовского знают, как зовут. Они знают многие вещи. Люди этого не знают, а они знают. Но они хотят властвовать над Иисусом, и это невозможно. Вы знаете, что мне нравится, что над духовным человеком невозможно властвовать другим людям, кроме Бога. Интересная вещь. Я хочу, чтобы вы услышали. Бог может властвовать, но не люди. Но, если человек не подвластен духовной власти, то мы ставим под сомнение, от Бога ли это? От Бога ли Его откровение? От Бога Его служение? От Бога ли Он? То есть мы должны все подчиняться духовной власти. Правда? Если мы подчиняемся Богу. Мы должны научиться этому. И тут интересно, когда Иисус приходит, фарисеи хотят Его подчинить под свою власть. Но они не знают Его власти, откуда Он пришел. В 3 Иоанна там написано, что один учитель Израиля, Никодим, пришел к нему ночью, и он знает, что он пришел от Бога. И он говорит, мы знаем, что ты человек, который пришел от Бога. То есть твоя власть от Бога явна, они знали это. Но почему-то всем кажется и хочется подчинить, когда вы делаете что-то от Бога, под свое юрисдикцию, под свое право. Муж хочет подчинить жену, когда она хочет идти молиться. Делать неправильные вещи. Может быть, или правильные даже, или хорошие вещи. Жена хочет подчинить мужа. Если мы от Бога, мы хотим, муж хочет подчинить. Вы знаете, это неправильно, когда человек хочет властвовать над другим человеком вне откровения Божьего. Вы знаете, я верю, что когда моя жена имеет откровение, я говорю, слушай, делай то, что Бог тебе открыл. Делай. Я не буду препятствовать этому. Я не буду воевать, потому что я знаю, что если Бог открыл, есть главенство. Я старший над ней, я муж. Но я должен ей дать возможности двигаться в помазании и в откровении Божьем. Некоторым из вас нужно сегодня откровение Божье, потому что фарисейство, это уже надоело. Потому что те, которые находятся сегодня под гнетом, вот этим фарисейство, которое задавило вас, и это знаете кто? Которые хотят, чтобы властвовать над вами. Вам надо увидеть себя, что вы дети Божьи. Каждому из вас. Я хочу, чтобы вы услышали. Не имеет значения, кто ты такой. Бог полюбил именно тебя. Скажи, Бог любит меня. Иисус пришел ради меня. Слушай еще раз внимательно. Иисус пришел ради тебя. Мне нравится Иона, который знал Бога. Вы знаете, давайте прочтем это место. Вы заложите это пальчиком или чем у вас, может, закладочка у кого-то есть. Я тоже заложу это место. Но давайте прочтем Иона, пророка Иона. Иона знал Бога. Вы знаете, что он знал Бога? Он имел откровение о Боге. И вы знаете, знание Бога бывает не меняет человека. Фарисеи тоже знали о Боге, но оно не меняло их. Нам часто нужно перемены. Послушай, если ты даже знаешь Бога, но твое сердце не меняется, что-то здесь не то, проблема. Вы знаете, он молился часто Богу, он получал откровение от Бога, и он знал, что у Бога есть послание для него. Он знал, какой Бог. Кто из вас знает, какой Бог? Кроме того, что вы прочитали в Библии. Все, что не по слову, то не по слову, да? Вы скажете мне. Неправда. Послушайте. Каждый находит в Слове Божьем своего Бога. Но вам надо его узнать лично. Вам надо иметь общение с Ним. В Ветхом Завете Бог показывается, и Он показан, как жестокий Бог, строгий Бог, наказывающий Бог за вину родителей даже. Правда? Вы помните, когда царь Давид, он был наказан за вину Саула, потому что он хотел убить тех людей, с которыми заключил союз Иисус Навин. Просто. Он наказан был за непослушание. Просто. И вы знаете, Давид, за чье непослушание я страдаю, он спрашивает. Ну вот за Саула, потому что он хотел убить этих людей, которыми заключил Иисус Навин. И вы знаете, ну, он же по ревности Божьей это делал. Он по откровению Божьему это делал. Неправда. Бог, он совсем другой. И Саулу надо было взыскать Бога и узнать, что Бог не приступает к своих заповедей. То, что он сказал, это да и аминь. Если он пообещал, он то и исполнит. Почему я должен знать своего Бога? Почему я должен узнать его поближе? Потому что он откроется мне в полноте. Моя проповедь о том, что я должен знать своего Бога. Лично. Я должен знать своего Бога лично. Твой Бог, он не такой, как проповедуют. Даже не такой, как ты читаешь в Библии. Твой Бог гораздо круче. Я извиняюсь, что я выбрал такое выражение. Он намного больше того, что ты даже себе можешь представить. Давайте прочтем. четвертая глава. И молился он Господу и сказал, о, Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей, потому что я побежал в Фарсис, и познал, что ты Бог благий. Откуда он это знал? Слушай внимательно, я хочу, чтобы ты услышал меня. Бог благий. я хочу, чтобы я знал такого Бога. Он хотел бежать, чтобы не проповедовать людям, потому что он знал, что Бог благий. Бог благий, скажи. Вы знаете, мы не благи другим людям. Мы просим, Господи, если ты не наказала этого человека или того человека, я не буду общаться. Ты узнай, какой Бог. Бог благий. Скажи, Бог благий. Милосердный. Смотрите, есть такое слово милосердие. Кому он являет милосердие? Да, всем. Каждому человеку, каждой душе. По-моему, в Экклезиасте написано, что Бог сделал все прекрасно в свое время и дал им мир и вложил в них мир. Шалом. Но люди превратили это все в свое. Знаете, когда Бог что-то открывает тебе, Он хочет показать, какой Он на самом деле. Когда Бог говорил с Моисеем, вы знаете, что Он говорил? Какой Он? Он хотел открыться Ему. Он хотел показать, какой Он. Лично Моисею. Но Бог недостаточен был для Него, какой Он открывается. И Он говорит, я хочу больше знать тебя. Откройся мне. Послушай, твое познание о Боге, оно ограничено, я честно говорю, оно ограничено чем-то. Тебе надо больше. Смотри, когда ты общаешься с Богом, молитва некоторых из нас, она однобокая. Она не открывает нам Бога, какой Он. Она открывает нам то, что мы хотим, чтобы Бог сделал для нас. И со временем Он делает для нас, но Он хочет открыться нам, что Он благий, милосердный, потому что ты не заслуживаешь. И я не заслуживаю. Многие из нас не заслуживают. Второе, интересное, третье, многомилостивый, милосердный, много долготерпеливый, я извиняюсь, долготерпеливый. Кто из вас долготерпеливый? Еще сорок дней и будет разрушен. Вы знаете, самое интересное, когда Адаму и Еве было сказано умрешь, сколько они лет прожили? Просто у Бога нет времени и Он долготерпеливый. Они вкусили, еще 900 лет прожили. Тут 90 как-то прожить надо, да? А не 900. Знаешь, почему? Потому что Адам знал Бога. Я вам хочу сказать интересную вещь. Когда ты узнаешь Бога, тебе просто понятен его мотив, его желание. В 3 Иоанна 16 главе «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Слушай внимательно. Как я познаю Бога верой, когда я общаюсь с Ним, когда я узнаю, что Он сделал, когда я узнаю, как Он пришел в этот мир. Да Он полюбил тебя еще прежде сознания мира. В Адаме и Еве. 900 лет Адам прожил из-за тебя. Если ты познаешь, что благость и милость и долготерпение Божье, ты поймешь, насколько Он велик в твоей жизни. И все, что у тебя есть сегодня, какие бы проблемы ты ни проходил, это ерунда. Потому что Бог долготерпеливый. Он ждет, Он ждет, он ожидает, пока ты придешь к Нему и скажешь, Господи, все, сдаюсь. И он, пророк, знает Бога, но не хочет менять своего сердца. Сдаюсь, не говорит. Вы понимаете, мы знаем о Боге, мы знаем, что Он любит нас, но Он ожидает, Он проводит нас через испытания, через такие испытания, когда мы должны все, сдаюсь, Господи, буду делать то, что Ты хочешь. И я понимаю, что это во мне во благо. Вы помните, был такой слуга, очень хороший геезий, неплох сам по себе, но сердце его не было послушно. Елисей был хороший пророк, хороший служитель, вообще, Дух святой был на нем вдвойне, а вот слуга у него не очень. Слуга это тот, который подносит воду, который делает все. И вы знаете, был случай, давайте откроем, это Четвертое Царство, вы заложили там, мы не закончили. Четвертое Царство, пятая глава. Нейман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у Господина своего, уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. Кто? Господь дает победу. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. И Бог его любит. Он воюет с израильтянами даже, а Бог его любит. Это те, которые воевали всю жизнь против всех, но Бог его любит. Слушай внимательно, если ты знаешь, что Бог любит всех, почему ты относишься к другому больше, а к другому меньше, хуже, к одному, а к другому лучше, почему ты не относишься одинаково, почему ты не меняешь свое сердце? Боже, какой ты, я хочу знать тебя, ты человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, я хочу знать тебя и сожалеет. Слушай внимательно, ты сожалеешь о бедствии своих врагов? Ну, порадую еще чуть и сожалею, да? Кто-то говорит, порадую еще чуть, а потом буду жалеть их. Ой, как мне вас жалко. Нет, послушай, он сожалеет о бедствии, даже которое было произведено в определенное время. Он сожалеет. 900 лет прожил Адам. Не сожалеет ни ли. Он до потопа самого дожил, вы знаете? Еще чуть-чуть и он бы увидел потоп. Немножко. Но и он слышал, он знал, что должно быть. И вы знаете, самое интересное, Бог человеколюбивый, многомилостивый, но он сожалеет о бедствии, даже о том бедствии, которое должно случиться, было с Неневией. И вы знаете, сириане, они тоже такие не очень хорошие люди. Не очень. А еще там военачальник такой был, самый-самый победоносный, с проказой. и женщина, девочка, еврейка, которую взяли в рабство, извините, она ему подсказала, что если бы господин пошел к такому-то пророку и вопросил у Бога, то он бы исцелил его. И вы знаете, это произошло, это произошло. Каким образом, вы помните, он пять раз окунулся в семь, да? Семь раз окунулся в я всегда с цифрами, семь раз окунулся в Иордане, и он был исцелен. Семь раз. По какой причине это происходит? Потому что он был послушан Богу. Но Бог хотел, чтобы он узнал, что он такой человеколюбивый. Бог любит тебя. послушай внимательно. И он хочет, чтобы ты в своей жизни начал делать те же самые вещи. Вы знаете, если я пересмотрю весь Ветхий Завет, он говорит о том, какой Бог к людям, какой он, и как он относится к людям. Но я смотрю еще на Новый Завет, и я вижу совсем другого Бога. Он хочет быть в нас, и он хочет через нас делать те дела, которые он делал в Ветхом Завете ко всем людям. Вы слышите меня? Кто из вас слышит? Бог есть любовь, и он хочет так же, чтобы эта любовь была в тебе ко всем остальным. Он хочет явить тебя как своего сына этому миру. еще раз повторюсь. Он хочет явить тебя и давайте читать дальше. Хорошо. Я очень много хочу вам сказать, но не знаю, успею я. Успею. Хорошо. Долготерпеливый, многомилостивый и сожалеет о бедствии. Я закончу на этом, и давайте откроем снова Матвея. И мне нравится дальше, что Матвей говорит. Он учит о том, что фарисеи, они хотят властвовать над ним. Почему? Потому что всегда, если человек вводится Духом Божьим, над ним кто-то хочет управлять. Кто из вас хочет управлять Духом Божьим? Все из вас хотят управлять Духом Божьим. Я честно скажу. Как золотой рыбкой, которая на посылках, которая делает, что хочу я. Но послушай внимательно. Если ты умный и мудрый человек, вам надо научиться одному, что Богом нельзя манипулировать, Богом нельзя управлять. Или ты становишься под Его власть, и ты становишься таким, как Он. Двигайся, как Он. Знаешь Его и делаешь те дела, такие, как и Он делал, потому что знал Бога, но не был таким, как Он. Но когда ты делаешь такие дела, как Он, когда в твоем сердце при этом есть такая же любовь, такие же ощущения, такие же мысли, такое же желание, тебе кажется, что это сделал ты. И ты такой крутой. и там все ты. Я пример приведу. Горе мне, когда Павел говорит, если я не благовествую, потому что сила совершается моя в благовествовании. Если я не благовествую, то во мне нету этой силы. Сила приходит через благовествование. Это ему хотелось, и это в нем производило работу. Но послушай внимательно, когда в твоей жизни ты благовествуешь, и ты рассказываешь человеку, ты думаешь, какой я крутой. Правда? Кто из вас так думал? Я думал. Нормально. Вначале мы все думаем, что это мы. Когда мы проповедуем, когда мы говорим в Духе Святом, и нам кажется, что это мы такие грандиозные. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты отождествился со мной. И Дух Святой действовал через тебя. Да, это ты, но ты сын мой. Ты только тебе делегирована моя власть. Тебе отдана вся власть. Помните, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Чего это он им говорит? Вы знаете? Да в них должно отобразиться Сын Божий. Дана мне всякая власть. Слушайте внимательно. Когда Павел рассуждает, он говорит, что когда мы пойдем на небо, будем подобны ему. И когда он говорит, дана мне всякая власть, это дана мне всякая власть. Вы помните, как ходил Иисус на земле? Исцелял, освобождал, благословлял. Знаете, почему он это делал? Потому что в нем была власть. Стоп, остановись, что-то ты такое говоришь. А мы что не имеем? Мы знаем Бога. Но он хочет отобразиться в нас. Когда его мышления, когда его желания будут в тебе, ты будешь ходить с этой? Смотри, над тобой хочет кто-то властвовать, но Бог не будет над тобой властвовать. Он предлагает тебе усыновление, он предлагает тебе сыновство, он никогда не властвует. Вы знаете это? Тебе не тяжело с Богом? Не скажи. Мне приятно с Богом? Да. Я должен что-то делать. Вы знаете, когда маленькие дети, мне нравится, когда Фима не хочу, не буду. Первое слово у него не. У меня тоже такое. Первое слово не. Он весь в дедушку и в моего сына. Не. Не это первое слово. Как будем делать? Не. И вы знаете, не да, а не. Но с одной стороны хорошо, зато он послушный. И вы знаете, самое интересное то, что в нем я вижу непослушание такое, как в том, что мы делаем в своей жизни, но со временем он растет. И на кого он будет похож? На папу, да, на дедушку. И на папу, и на дедушку, и на всех. И гены, они берут свое. Правда? Кто из вас знает, гены берут свое? В тебе ген Божий. Ген Духа Святого. Послушай внимательно. Если он не берет над тобой верховенство, значит, есть какой-то другой ген. Во мне борются два начала. Или Божье, или не Божье. что я буду делать? Куда мне хочется идти? Куда я иду? Послушай внимательно. Если в твоей жизни твоя сущность, она побеждает все остальное, ты можешь властвовать над тем, что у тебя есть, тем, что тебе дано. Иисус говорит дальше фарисеям интересно. Но Иисус, зная помышление, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, не может делиться царством. Если ты думаешь, что ты можешь служить Богу и служить еще чему-то, невозможно. Всякое царство, разделившееся в самом себе, не устоит. Ты думаешь, что ты победитель, если у тебя есть зло, обида или еще чего-то, или какое-то разочарование, ты думаешь, оно устоит? Нет. Всякое царство, разделившееся само в себе, не устоит. Это я говорю ко всем, почему? Потому что в первую очередь к себе, и оно опустеет. Что такое царство? Это то, что должно распространиться, царство Божье. Но заметили, что происходит с царством Божьим? Оно не пустеет, оно умножается. По какой причине? Там нет разделения. Бог не разделяется. Кто отделяет себя от единства веры? Так это те, которые повелись на что-то. Они пошли зачем-то. Повелись на какие-то уловки сатаны. им нужна сегодня будет свобода. Дальше интересно. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою. Как же устоит царство его? У него тоже крепкое царство. А если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Если вы не знаете откуда я, он говорит, а сыновей своих знаете, откуда они, то чьей они силой это изгоняют? А им дал власть я. Интересно, да? Кто дал власть сыновьям? Кто из вас меня понимает? Иисус дал власть наступать. И он дал власть поражать дьявола. И они ставят под сомнение его власть, потому что они не знают, откуда он пришел. Нет, они знают, они видят его дела, но они не хотят признавать, они хотят над ним властвовать. Часто мы хотим контролировать Бога для своих нужд, чтобы он только исцелял. Да? Чтобы только дел то, что мне хочется. Давал деньги, давал возможности, давал какие-то силы, и все, больше ничего. Я не хочу больше ничего. Мне достаточно. Мне достаточно послушать проповедь один раз в день, или же помолиться один раз в день. Мне достаточно почитать Библию раз в неделю. Достаточно. Но послушайте, когда у тебя меняется твой приоритет и твое желание, и твое желание становится на первом месте Господь, тогда все твои желания, они направлены на то, что хочет делать Бог, изгонять бесов, освобождать людей, благословлять, благовествовать, проповедовать, потому что Бог, Он тот же, Он не меняется. Тебе надо узнать, кто Он такой в тебе. Вы знаете, сейчас психологи изучают, семь потребностей там того-то, семь потребностей того-то, двадцать потребностей этого, четырнадцать потребностей того-то. Послушай, ты своих потребностей не знаешь, как Сына Божьего. Нам надо узнать то, что Бог вложил в тебя, как Своего Сына, что у тебя является самым главным. Отчего ты будешь вдохновляться? Отчего ты будешь испытывать радость? Вы знаете, есть женщина, которая вышивала рубашки, и она вдохновлялась этим. Она сшила прекрасно. Кто из вас хорошо вышивает? А кто рисует красиво? Кто вдохновляется этим? Господь? она этим служила Господу. Послушай внимательно. Можно служить всем угодно Господу, но если ты не служишь сегодня Богу, в твоей жизни что-то не так. Тебе надо перестать думать о себе. Человек по своей сущности эгоцентричен, и он хочет, чтобы Бог все делал для него, но при этом он не хочет меняться и изменять свое мышление. И вы знаете, фарисеи это секта самая непродвинутая на тот момент. Иисус сказал, бойтесь закваски фарисейской. Еще раз повторю. если кого-то можно изменить было, то не фарисеев. Павел, извините меня, пожалуйста, одна личность, которую Господь ослепил, сделал чудо, но фарисеев изменить было невозможно и очень сложно. Знаете почему? Потому что люди, которые устоявшейся психикой, которые устоявшимся своим верованием, они не хотят меняться. Для этого надо оставить все начатки. Павел сказал, я все почитаю счетою ради превосходства познания Иисуса Христа, чтобы найтись не со своей праведностью, которая от закона, а от праведности, от веры. Если ты думаешь, что вера твоя, она зыждется на том, что ты принял и знал на дедах, на прадедах и так далее, послушай, Господь, Он говорит, я хочу, чтобы ты все это убрал. В твоей жизни должен быть отобразится Иисус. Я прочту дальше. если сила изгонять, то сыновья ваши с чьей силой изгоняют бесов. Поэтому они будут вам. И вот здесь вот дилемма. Как они могут быть судьями своим родителям? Кто их родил? Они не могут быть судьями. Правда? Иисус противопоставляет их. И Он говорит, что они выше вас, они больше вас, потому что они познали того, который дает власть. Вы знаете, если вы знаете Бога, если вы узнали Бога, то над вами никто не может властвовать. И Он говорит, вы будете судьями. вы знаете, что вы будете судить мир? Кто из вас знает? Дети Божьи судят мир, а о них никто не может судить. Если судят, то послушайте, Бог оправдывает их. Вы знаете это? Иисуса судили, но Бог оправдывал. Его повесили на крест, пригвоздили, Он воскрес из мертвых. Знаешь почему? Потому что Господь оправдывает своих. И я прочту еще интересно. Смотрите, если я Духом Божьим изгоняю бесов, то конечно достигло для вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, Иисус говорит, тот, смотри внимательно, кто не со мной, кто хочет мной манипулировать и управлять, тот против меня. Слушай внимательно, я хочу, чтобы ты услышал, если ты пытаешься манипулировать своим Богом, просить его тогда, когда он говорит, не протився, есть момент, ты можешь быть против, не осознавая этого, потому что ты думаешь, что ты все уже знаешь, ты видел все, фарисей, Бог хочет, чтобы ты узнал его лично, чтобы ты понял то откровение, которое он дал тебе, оно изменило тебя. Кто не со мной, тот против меня. И дальше он говорит интересно, кто не собирает? Кто из вас собирал когда-нибудь что-то? Разбросайте пшеницу. Разбросайте просто на поле пшеницу. И вы знаете, он интересно сказал, кто не собирает, тот растачает. разбросал пшеницу, а я должен собирать вместе с ним. Он говорит, я иду собирать, я иду ловить, а я говорю, да не, я полежу, я отдохну. И в мою жизнь приходит то, что я теряю даже то, о чем я думаю иметь. Стоп. А теперь здесь есть тайна. Если ты думаешь, что Бог будет тебя благословлять, когда ты ничего не делаешь для Него, ты расточитель. Ты уже расточитель. Что можно делать для Бога? Много. Я вам серьезно скажу, очень много. Есть масса вещей, которые Он нуждается, но тебе надо иметь откровение Его. Ты расточаешь только потому, что не собираешь с Ним. Как собирать с Ним? Это не собирать для себя, не собирать для своей пользы, потому что фарисеи, они думали, соберем учеников себе. Правда? Кто из вас думал, что они хотели Иисуса сделать своим? Они хотели Иисуса сделать своим? Признай нас, и мы будем с тобой дружить. Только поклонись с нам, и все. Чем не сатана? Чем не дьявол? Каждый раз они пытались что-то сделать. Вы знаете, дьявол всегда пытается сделать и манипулировать вами, но Иисус сказал, если не будешь собирать со мной фарисей, то скоро вас не будет. Фарисейство исчезло, да? Христианство до сих пор закваска фарисейская осталась. Часто эта закваска, она поражает церковь и служение. Почему? И он говорит о чем? Потому что мы начинаем манипулировать Богом. Мы говорим то, что ему нужно делать, мы требуем то, что ему нужно делать, но мы не хотим идти и следовать за его указом, его приказанием. И он говорит, я сегодня хочу от тебя, чтобы ты меньше поспал, послужил мне в этом. Я хочу, чтобы ты шел и двигался, я устал, я хочу, я расточаю. Люди есть в своем деле. Знаешь почему? Потому что они не идут по откровению Божьему, а идут по своим желаниям, по своей похоти. 31 стих. Это дилемма всех нас. Поэтому всякое слово, всякое действие, которое мы делаем, все, что мы делаем, всякий грех и хула простятся людям. А хула на духа не простится людям. если кто скажет слово на дело Сына Человеческого, но если ты будешь говорить на духа Святого, который управляет тобой, хочет вести тебя в дело Божье, как ты сможешь собирать? Как ты сможешь быть в общении с Богом вообще? Если кто скажет на Сына Человеческого, проститься ему, если кто скажет на Духа Святого, не проститься ему, ни в этом веке, ни в... Вот поэтому крещение Духом Святым очень важно. И мы должны понимать, что когда я крещен Духом Святым, я должен отдаться ему полностью, отдаться в его служение, отдаться и быть послушным. И когда у меня есть какое-то внутреннее состояние, что я не хочу, воюю против, я говорю что-то противное, послушай внимательно, это не прощается, это непростительно. Знаешь почему? Потому что сам Дух Святой, Он оскорбляет тобой. Мы можем оскорбить Духа Святого в том случае, когда мы поступаем не так, как Он хочет, по своей воле. У нас есть четкий план идти своей воле. Но вы знаете, чем отличаются пророки Оно от тех, которые хулят Духа Святого? Пророки Оно, он учится, а те, которые хулят Духа Святого, они никогда бы не пошли в Неневию. Вы знаете это? они никогда не исполнили то, что их попросил бы пастырь сделать. Они никогда бы не окунулись в Иордане трижды, семь раз то есть. Уже уменьшил еще раз. Они никогда не сделали то, что их просят. Это люди, как правило, непослушные. Что такое хула на Духа Святого? Это когда человек унижает Дух Святой? Послушай, вылезьте с телефона все. Вылезьте. Вы знаете, часто мы видим определенные вещи, но мы неправильно относимся друг к другу. Хула на Духа Святого может быть, когда мы просто не исполняем Его волю. Хочу сказать вам, когда я узнаю Бога, что Он хочет во мне, я должен это делать. Бывает мне тяжело, я как будто пробиваюсь через определенные проблемы, определенные обстоятельства, и мне трудно идти. Иисусу не было легко идти на крест, но Он шел туда по водительству Духа Святого, потому что ибо так возлюбил Бог мир. Его желание Духа Святого, чтобы в твоей жизни отобразился Иисус Христос, Сын Божий, в твоей жизни отобразился Сын Божий, не Вася, Петя, Коля, Дима, не тот, который живет для себя и Бог живет для него, а кто? Сын Божий. Сейчас мы сыновья Божьи. Послушайте, мы слушаем проповедь, мы имеем это откровение, и мы не хотим никого слушать, мы сами себе режиссеры, мы уверены в себе, но тебе надо остановиться и сказать, Господи, я прошу тебя, научи меня, я хочу знать тебя, я хочу встретиться с тобой, я хочу отобразиться в тебе, я хочу быть похожим на тебя. Если в твоей жизни нету такого сейчас, знаешь что, ты остановился, твой шаг замедлился, может ты неправильно относишься к Богу, может ты думаешь, что где-то вот эти, знаешь, если ты не видишь в своей жизни чудес, это не значит, что их нету. Если ты не видишь Бога действующим в своей жизни, это не значит, что Бог оставил тебя. Просто тебе надо вопросить и спросить, что ты хочешь, где я остановился, я хочу слышать голос твой. Вы знаете, Ионас сидел под деревом и плакал. Знаете, общаясь с Богом плачешь. Я знал, что ты не сделаешь то, что ты сказал, я знал, что я буду позорищем и посмешищем для этого народа. Вы знаете, самое интересное, Иисус был посмешищем и позорищем для народа. На нем была надпись Царь Иудейский. Но Библия говорит о том, что когда его сняли с креста, многие смеялись, многие говорили, что как это может быть тей, который воскрешал мертвых, не мог ли сам сойти со креста. Его запечатали в гроб, поставили охранников, и знаете, что произошло дальше? Он воскрес. Еще раз скажу, Он воскрес. Когда ты делаешь дело Божье, не бойся опозориться в чем-то, не бойся быть в позоре, потому что то, что велико у людей, то, что кажется величественным, это не совсем так. Может тебе надо этот путь пройти, может надо пройти какое-то унижение. Вы знаете, некоторым тяжело выйти и покаяться, некоторые такие гордые, они не могут прийти перед Богом и сказать, Господь, прости, я был грешником, упасть на колени, поплакать перед Ним. Некоторые уверены в себе, и знаете, они проходят через трудности и они говорят, да не, все нормально, все хорошо, мы протянем, да хватит уже тянуть. Тебе может надо пройти через эту трудность и сказать, Господь, прости меня. Иона сидит под деревом, он опозорен, он опозорен. Но вы знаете, самое интересное, дело Божье сделано. еще раз скажу, дело Божье сделано. Смотрит ли Бог на то дело, как на позор? Нет. Смотрят ли окружающие на то дело, как на позор? Нет. Кто смотрит? Иона. Может в твоей ситуации то же самое, может ты тоже смотришь на свою жизнь как ужас. А все окружающие говорят, Боже, так это сила Божья. Вы понимаете разницу между тем, что Бог хочет дать через вас другим и тем, что вы имеете по отношению к себе? Я вам хочу сказать, что Бог настолько хочет отобразиться в тебе, что ты даже это не понимаешь. Он дает тебе твои и тебе кажется, это мое желание, мое чувство. Но это не так. Это Бог. И Он хочет изменить твой характер. Я заканчиваю. Я прочту Луки 12 глава с 31 стиха. Больше всего ищите Царство Божье. Царство Божье это мир. Царство Божье это праведность. Царство Божье это исполнение Его воли. Это радость во Святом Духе. Царство Божье. Слушай внимательно. Если ты ищешь Царство Божьего, я попросил вас сесть служителей на первые ряды. И все расселись, как полагается. не, только один брат, я люблю тебя, ты лучший. Знаете почему? Потому что это правило послушания. Больше всего ищите Царство Божьего. И все это приложится вам. Не бойся малое стадо, ибо Отец благоволил вам дать Царство. Смотри, чего бояться, если я царь? Чего бояться, если я благословен? Зачем мне утешитель, когда мне нечего утешаться? Если я радуюсь? Слушайте, я вижу, что некоторые из нас неправильно понимают, что дает Дух Святой. Дух Святой дает не только утешение, не только силу, не только благословение, он дает еще изменение моего сердца. И чем больше я общаюсь с Богом, тем больше я начинаю его понимать, кто он такой. И я хочу быть похожим на него. Не все родители передают гены, но когда дети, они долго общаются со своими родителями, они становятся похожими, даже если это не кровные родители. Я смотрел на одну семью, и мне очень понравилось, я думал, что это их сын обоих, потому что он сильно был похож на отца, по характеру, по манере, я даже сказал, это ваш родной сын, он так похож на вас. Он говорит, он потом вышел, и он говорит, это не мой сын, это не мой сын. Я говорю, извините тогда, он так похож, а вы его воспитывали, да, и у них такие отношения, я понимаю, что взаимоотношения очень важны, и когда я смотрю на Иону, Ион имел представление о Боге, он общался с Богом, но он не хотел меняться. Чем ближе твое общение с Богом, тем сильнее Дух Святой начинает работать с твоим сердцем, меняет тебя в его образ. Я сегодня буду молиться за тех людей, которые нуждаются в свободе, освобождении. Я верю, что некоторые из вас получат сегодня свободу и освобождение от тех проблем, которые у вас есть. Вы заметили, что там немой и слепой начал видеть и говорить. Это было чудом. Но он запретил бесу. Часто в нашей жизни некоторые проблемы это скованность, это проблема, которую приводит дьявол. Болезнь, даже какая бы она ни была, это дьявол. И он запрещал бесам, и люди получали исцеление. Не всегда болезнь небесы. Но часто это происходит. Это дух, который витает в воздухе, и он делает в тебе работу, чтобы ты не дождался той благодати. Бог долготерпеливый. Долготерпеливый. Но та благодать, она вот-вот придет. И он не хочет, чтобы ты получил ее сейчас для исцеления, освобождения. И этот дух нечистый, он связывает тебя, он не дает тебе силы выйти. Но тебе нужно встать и сказать, Господь, я хочу все новое. Я хочу обновления для своего разума. Я хочу мыслить по-новому. Я хочу иметь эту свободу. Я хочу получить то благословение. И если вы чувствуете эту скованность, духовную скованность, потому что в последнее время я ощущаю, что над церковью это есть. Тебе нужна молитва о освобождении. Тебе нужна эта свобода сейчас. Бог освобождает в одно мгновение. Тебе нужно просто принять это. Тебе нужно получить это. Как наркоманы у нас освобождаются, этот дух, нечистый дух, он освобождает человека в одно мгновение. И алкоголиков также. Также этот дух, он уходит из других. Если это болезнь сустава, она уйдет у тебя. Если это боль в пояснице, она оставит тебя сейчас. Я не знаю, что это. Что тебя удручает сегодня. Если это боль и проблема в твоем роде, в твоих генах, это сейчас оставит тебя, потому что дьявол он обманщик. тебе надо принять просто то, что сделал Иисус. Он много милостей. Он много милостей. Скажи, Бог меня любит. Смотри внимательно, я хочу, чтобы ты слышал. Бог тебя любит, он ради тебя все это сделал. Служение, церковь, все ради тебя, но он тебя любит. что-то в тебе должно произвести. Собирай с ним, действуй, двигайся в нем. Ты будешь получать откровения, ты будешь получать знания, какие Бог для тебя хочет открыть всю вселенную. Ты даже себе не представляешь. Давайте встанем все. давайте сейчас. А где группа прославления? Оля есть? Мы сейчас будем поклоняться. Когда мы будем поклоняться, сила Божия сойдет на вас. Некоторые получат исцеление на том месте, где вы стоите, освобождение. Бог хочет сегодня освободить вас от той ноши, от той тяжести, чтобы вы имели общение с Ним. Бог хочет освободить вас для общения. Он хочет вести вас в общение свое. Кто не собирает со мной, Иисус говорит, тот растачает. Ты можешь не собирать с Ним. ты можешь не собирать для Него. Ты можешь расточать. давайте сейчас просто склонимся. Господь, мы просим Тебя, мы просим Тебя, коснись каждого на этом месте. Я молю Тебя Духом Святым, Господь, наполни Господь это место по благодати, по милости, ибо Ты возлюбил каждого из нас, Господь. Бог человеколюбивый, многомилостивый, Господь, слава Тебе. Аллилуйя. 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 Господь, я благодарю Тебя. Аллилуйя. Сегодня Господь обращается к некоторым, Он говорит, Тебе надо узнать меня. Тебе надо узнать меня. Тебе надо узнать меня. Тебе надо узнать. И всякая тяжесть, которая есть сегодня в Тебе, всякая проблема, которая есть в Тебе, я сейчас запрещаю всякому Духу, который стоял против. Во имя Иисуса Христа я повелеваю убраться прочь. Во имя Иисуса всякий дух удручения, всякий дух боли, я связываю Тебя. Иисуса Христа поднимите свои руки просто поднимите свои руки начните поклоняться ему начните славить его господь я благодарю тебя скажи господь господь коснись меня коснись меня коснись меня у кого-то боль внизу живота сейчас я запрещаю по имя иисуса христа дьявол убирайся прочь во имя иисуса всякий дух удручения который был который есть он либо во имя иисуса я связываю тебя во имя иисус во имя иисус о алюмирует нам я поясу а я спал господь касайся касайся файры но библия суммела попали шеи у кого-то проблема с финансами это как проклятие в твоей 6 ты видел мало денег и видел мало финансов я связываю этот дух во имя иисуса христа я повелеваю сейчас убраться сколько бы ты не зарабатывал тебе не хватало я запрещаю этому духу во имя иисуса во имя иисуса я запрещаю этому духу я повелеваю браться прочь господь наполни 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 пары новой вещи у кого-то головные боли они приходят временами к вам просто возложить свою руку во имя иисуса христа я связываю этот дух эту головную боль и я повелеваю отступить и убраться навсегда во имя иисуса во имя иисуса христа о риа лава баясь у алину у рабе пиесе о а ну господь господь я благодарю тебя я прошу тебя господь пускай твоя исцеляющая рука будет на глазах во имя иисуса христа я связываю этот дух слепоты я повелеваю во имя иисуса христа именем иисуса христа во имя иисуса христа убраться прочь во имя иисуса именем иисуса христа во имя иисуса просто поклоняйся ему твой прорыв приходит твоя слава на этом месте твоя сила христа иисус 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 но иисус Господь, слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, Робья, много поясу! Кого-то наполняет сейчас радость. Радость, которую Ты не испытывал давно. О, парень новой вещей! Радость Духа Святого! Радость Духа Святого! О, Его Царство! Мир Божий! Бог дал Тебе мир! Бог дал Тебе мир! Он дал Тебе мир! Мир! Аллилуйя! Аллилуйя, Робья, форуму, шекава, пая, соль! Аллилуйя! У кого-то были проблемы взаимоотношений? Тебе тяжело было находить общий язык с людьми? Это Дух, который не давал тебе. Во имя Иисуса Христа, я связываю этот нечистый дух. Я повелеваю убраться прочь. Во имя Иисуса! Аллилуйя! У кого-то была аллергия, Господь освобождает вас. Сейчас ты свободен. Тебе не надо больше пользоваться каплями. Во имя Иисуса Христа, я запрещаю этому духу, я повелеваю убраться прочь. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! У кого-то были проблемы с прямой кишкой? Во имя Иисуса! Я запрещаю этим болям, я запрещаю этим проблемам. Во имя Иисуса Христа, я провозглашаю полное восстановление. О, аллилуйя! Аллилуйя! Вены восстанавливаются. Господь царствует. Бог на этом месте. Аллилуйя! У кого-то были боли в ногах? Просто возьми, начни двигать имя. Начни двигать имя. Что ты не мог делать? Просто возьми, начни двигать имя. О, фаерри в доме, фаерри в доме, фаерри в доме, господь. Господь, ты исцеляешь, ты исцеляешь, Господь. Аллилуйя, фауре навея паи. Аллилуйя! Аллилуйя! У кого-то была боль в горле, и вам казалось, что у вас щитовидная железа. Господь, Он исцеляет, Он прикасается. Во имя Иисуса я запрещаю этого духу. Я повелеваю убраться прочь. Во имя Иисуса, именем Иисуса Христа. О, аллилуйя! Гору Божья гава паи, Иисус! Аллилуйя! Господь, коснись меня! Коснись меня! Просто скажи, коснись меня! Коснись меня! О, даже если я не назвал то, что вас беспокоит, Господь сейчас прикасается. Каждому жаждущим, потому что Он полюбил тебя, Он спас тебя, Он создал тебя для Своей славы. У кого-то боль в груди, она оставляет тебя. Во имя Иисуса, именем Иисуса, во имя Иисуса Христа. Я запрещаю всякой боли. Во имя Иисуса Христа. О, ра-ба-ба-ба-ба-ба-сухого поу, ри-но-виле, ри-но-ве-поу, аллилуйя, ри-но-виле, ри-но-ве-поу, аллилуйя, ри-но-ва-па-и-соу, аллилуйя. Твой желудок не воспринимал пищу. С этого момента тебе можно есть все, но есть только хорошее. Господь, Он восстанавливает твой желудок во имя Иисуса. Дьявол, ты не имеешь власти ни над кем. В этом зале, отныне и вовек, Господь царствует. Господь царствует. Я молю тебя об особом откровении Духа Святого каждому, о благословении для каждого Господа. Это тихое веяние. Дух Святой. Ты чудесный. Ты чудный. Он так чудесный. 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 Аллилуйя 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 Вы знаете, мне Бог показал одну такую вещь Он хочет, чтобы у вас было позитивное мышление Чтобы каждый из вас думал позитивно Перестань думать негативно вокруг тебя Царство Божие Он дал тебе эту возможность Меняться и изменять все вокруг Аллилуйя Не говори никогда Не говори никогда, что плохо Что что-то плохо Что-то плохо Что-то Бог делает плохо Не говори никогда Не говори никогда Бог будет делать то, что Он хочет В твоей жизни И оно всегда будет хорошо Оно всегда будет благословенно Не говори плохо Тебе надо пройти этот путь Может небольшую пустыньку Не говори плохо Не говори плохо Смотри На все, что вокруг тебя Разукрась этот мир Он не черно-белый Просто разукрась его для себя Сделай это Ты тот Адам, та Ева Который Бог дал все Власть, силу На этой земле Разукрась его О, Аллилуйя 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 Виклору в уши Аллилуйя Вяфу Аллилуйя Новый весу Аллилуйя Векрав яфу Аллилуйя Скажите вместе со мной Я благословен Я сверхблагословен Я благословен Послушай Мы сегодня ехали в машине И моя теща Меня так обрадовала От мне высказывания Я тут нету, да? Нет? Нету, да? Она говорит Я похудела Я весила 76 А сейчас 75 900 Я говорю Я так благословен Вам и Татьяна Францева Всем бы такого оптимизма Сто грамм и все Я уже счастлив Послушай внимательно В твоей жизни Надо разукрасить все Кого Бог коснулся На этом месте? Он здесь Скажи Он здесь А теперь давай возьмемся за руки Благослови брата своего Помолись за него За сестру Возьмись за руку И мы сейчас будем молиться Сейчас будем Сейчас будем молиться Господь мы просим тебя Мы просим тебя За рядом сидящего Стоящего Благослови Благослови моих Братьев Сестер Наполни твоим духом Твоей силой Твоим помазанием Твоим благословением Не пройди мимо Не пройди мимо Господь Ради себя Самого Господь Господь Коснись Каждого На этом месте Во имя Иисуса Благослови Я благодарю Тебя за то Что Ты Исцелил Благословил Прикоснулся Ты Бог Милующий И спасающий Для Тебя Нет ничего Невозможного Я благодарю Тебя За восстановление Я благодарю Тебя За Господь За обновление Которое Ты Делаешь Слава Тебе Отпусти Отпусти Аллилуйя Пускай идет Аллилуйя Господь Благослови Благослови Каждого Во имя Иисуса Во имя Иисуса Аминь Аминь Скажи Я благословляю Тебя Рядом Стоящего Я благословляю Тебя Именем Иисуса Для этого Я призван Благословлять Аминь Бог будет Мягко Он приходит Мягко Он приходит Силой И мягко Аминь 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 Аминь